4 июня лидер партии Нур-Отан Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении праймерис, то есть внутрипартийных выборов. Заявки могут оставить не только партийцы, но и рядовые граждане. Какие имеются условия при подаче заявлений, расскажем в следующем сюжете. Практика праймерис активно используется в Германии, Франции, России, США. Это открытые внутрипартийные соревнования, которые позволят вовлечь казахстанцев в процесс принятия решений, выявить среди них сильных, конкурентоспособных и идейных партийцев. Для представителей это возможность дальнейшего выдвижения их кандидатур в депутаты и на должности в государственные органы. Участником праймерис может стать любой желающим, при этом не состоящий в партии Нур-Отан. Но к моменту окончания регистрации следует либо пополнить ряды партийцев, либо снять свою кандидатуру. Другой участник праймериса, к примеру, житель города Паладара, студент Газис Даурен. На сегодняшний день он самый молодой заявитель, кандидат в партийно-кадровый резерв, который подал заявку. Наряду с ним свои силы испытает и предприниматель Жамиля Ерназарова. Главной ее целью является создание общественных приемов для реабилитации женщин после развода, предусматривающих оказание любой помощи. Праймерис состоит из пяти этапов. Выдвижение кандидатов, регистрация, подготовка к агитации, агитационная работа, голосование. Последний пункт предполагает как онлайн-голосование через мобильное приложение Праймерис 2020 и веб-портал primaries.kz, так и по бумажным бюллетеням на участках с соблюдением дистанции и масочного режима. За четыре дня по Павлодарской области подали заявление на участие 285 человек.